Николай Лейкин. Наем квартиры. Читает Геннадий Постригайло. Август месяц, полдень. Улицы Петербурга пыльны. Идет перестилка мостовой. Везде расставлены баррикады. Поправляют тротуары, красят дома. То там, то сям приставлены лестницы, болтаются койки с малярами, спущенные на блоках с крыш. Город спешит принарядиться к сентябрю. Дачники ищут зимние квартиры. На загородном проспекте от дома к дому бродят дама и мужчина и останавливаются в ворот, около которых, рядом с вывесками «Акушерка» или «Здесь делают лото», прилеплены жеваным хлебом билеты с надписями вроде «Отдается комната ход через хозяйку», «Отдаются углы со светом», «Здесь есть разные квартиры с водопроводом» и так далее. Прочитав ярлык об отдаче квартиры, мужчина звонит в колокольчик, около которого изображена рука в синим рукаве с выгнутым вперед указательным перстом и надписью к дворнику. Мужчина звонит раз, два, три. Слышен шелест проволоки, но ответа никакого. У ворот на тумбе сидит кучер в поддевке и, сплевывая в сторону длинной слюной, курит папиросу, свернутую из газетной бумаги. — Напрасно звонить-то, сударь. Колокольчик у нас еще с весны оборван, — говорит он. — А вы лучше толкнитесь сами в дворницкую, да и постучитесь. Дворницкая у нас тут, на дворе, за углом направо. — А отчего ж ты, милый, раньше мне об этом не сказал? Сидишь и видишь, что я минут пять звонюсь, и ни слова, — упрекает его мужчина. — Да, лень, жара такая, что и говорить-то не хочется. Толкнитесь, говорю, в дворницкую-то. Мужчина и дама входят на двор и ищут дворницкую, но за углом направо ее не оказываются. Двор темный, узкий. — Дворник! Дворник! — кричит, надсаживаясь мужчина. Из окон выглядывают женские головы. — Послушайте, где здесь дворницкая? — обращается дама к полногрудой бабе по пояс, высунувшейся из окна. — А рядом с прачечной? — Да где ж тут прачечная-то? — А вот, тут очки, в проулке. Идите прямо. Мужчина и дама идут по проулку и, наконец, видят дверь с надписью «Дворник». Мужчина отворяет дверь и, смотря в подвал, кличет дворника. Выходит заспанный мужик с всклокоченной головой в ситцевой рубахе и босиком. — А вам повивальную бабку, что ли? — спрашивает он, зевая и потягиваясь. — Какую повивальную бабку? Здесь отдаются квартиры. Есть ли пять комнат? — Не знаю. Это надо у дворника спросить. — Так ты не дворник? — А, нет, я земляк. — Так а где же дворник? — А, надо полагать, на заднем дворе дрова, кольт. Посмотрите там, около помойной ямы. Мужчина и дама идут на задний двор. Вот и помойная яма. Зловоние так и бьет по носу, а дворника все-таки нет. Двое грязных ребятишек играют в пятнашке. — Послушайте, милые дети, вы не видали дворника? — спрашивает дама. — А вам которого надо? Ивану или Данилу? — Нам все равно. — Иван дрова понес в прачечную, там мамка белье стирает. Приходится опять отправляться на первый двор. Разыскана прачечная. Там, стоя около лоханок, во все горло переругиваются прачки. — Дворник! Дворник! — в третий раз кричит мужчина. — Чего орешь-то? — напускаются на него прачки. — Видишь, здесь нет дворника. — Говорят, что здесь был. — Был, да весь вышел. — А где же он? Не можете ли вы мне сказать? Битых четверть часа ищем. — А вы в портерную загляните, здесь же, в нашем доме. Его офицерский денщик угощать повел. Мужчина выходит из терпения. — Это истинное наказание! — восклицает он, однако идет в портерную. В портерной за столом, за бутылкой пива, сидит мужик в ситцевой рубахе и в переднике. — Ты дворник здешнего дома? — Точно так-с, дворники будем. — Вы насчет лошадей и шарабана? — спрашивает он. — Нет, мне квартиру снять. Есть у вас квартира в четыре комнаты? — Есть у нас квартир, всякие есть, — отвечает дворник и осматривает съемщика с ног до головы. — Да вы актер будете? — Нет, не актер. — Ну, то-то, хозяин не велел актерам отдавать. Старовер он. Не хочу, — говорит, — чтоб беззаконники в доме жили. — Пожалуйте, я сейчас. Дворник наскоро глотает стакан пива и ведет съемщика. — Высоко? — Да нет, не очень. Коль, ежели не считать подвала, то в четвертом этаже. Пожалуйте. — Ух, какая выше! У нас еще пятый этаж есть, да и на чердаке сапожник один живет. На высоте-то, сударь, луж, воздух чище. Пожалуйте по черной лестнице, парадная-то у нас загорожена. У нас квартиры чистые, хорошие, с водопроводом. Съемщики начинают подниматься по черной лестнице. Вонь. Попадаются ушаты с помоями, поверх которых плавают лимонные кружки, яичная скорлупа. В одной из кухонь отворена дверь, и оттуда валит чат от сженого кофею. На съемщиков лает большая собака и бросается к самому лицу. — А, удержи ее, я боюсь! — вскрикивает дама. — Не бойтесь, сударня, щенок еще не укусит. Цыц! Вот четко! — Это офицерская собака. Денщик приучил, чтоб лицо лизать, — успокаивает дворник. — Пожалуйте еще этажик. Поднялись еще этаж. Дворник приводит к дверям и пробует отворить их, но двери оказываются запертыми. — Эх, варварки, заперты, а ключ, кажись, не захватил, — говорит он и начинает рыться в карманах. — Так и есть ключ в дворницкой. Повременить, маленько, я сейчас только за ключом сбегаю. — Эх, любезный, ну как же ты это введешь в запертую квартиру и не захватил ключа? — Да думал, сударь, что не заперто. Все отперта стояло, а тут как на грех. Я сейчас. Дворник бежит вниз. Съемщики остаются на лестнице. Из квартиры пятого этажа кто-то выносит ковер и начинает вытряхивать его в пролет лестницы. Пыль летит столбом. — Послушайте, кто там? — Повремените, маленько, ну как же можно на людей грязный ковер вытряхивать? — кричат съемщики и жмутся к стене. — А вы зачем там вертитесь? — раздаются голоса сверху. — Мы не вертимся, а квартиру пришли смотреть. — А коль квартиру пришли смотреть, то и идите в квартиру, а по лестнице нечего шляться. Наконец приходит дворник со связкой ключей, пробует отворить дверь, но не может. Ни один ключ не лезет в замочную скважину. — Вот несчастье-то, а! Не ту связку взял, — восклицает он. — Видно, господа, вы не в час пришли. Опять повременить надо, пока я вниз сбегаю. — Послушай, дворник, это уж ни на что не похоже, — гречится съемщик. — Так совсем нельзя. — Да что ж ты будешь делать-то? Прибежал в попыхах, схватил. Эх, чтоб те мухи с комарами! Кто ж вас знал, что вы такие несчастные? Повременить малость. Стриженная девка косы не успеет заплести живым манером. Съемщики опять остаются одни. Мужчина смотрит на часы. — Первого половина, — говорит он, — как бы не опоздать к докладу. Директор наш в час приезжает. Целых полчаса в поисках за дворником и в стоянии на лестнице прошло. Из дверей напротив выходит кухарка и подозрительно смотрит на съемщиков. — Вы, верно, к лакею нашему из царского села? — спрашивает она. — Нет. — А вы не графский повар? — Нет-нет, мы квартиру пришли смотреть. — Так-так, а я думала, что графский повар. У нас лакей-именинник, так графского повара к себе ждет. Дворник является снова. — Замучились, стоявши-то, — улыбается он. — Ну, теперь же сейчас. Носил-нашел ключик. Пожалуйте. Съемщики входят в квартиру. — Вот и кухня, а вот и зайца будет. Ну, а это как бы, к примеру, кабинет. А тут спальня. — Батюшки, какая грязь! — восклицают съемщики. — Что ж, вычистят квартиру хозяин-то и оклеят новыми обоями? — спрашивают они. — По нынешним временам оклейки никакой не полагается. Везде убытки. — У хозяина вон двух жеребцов в солдаты взяли. Как есть, так и берите, без ремонту. — Да здесь жить нельзя. Смотри, обои оборваны, в щелях клопы, кухня тараканами засижена. — Без клопов и тараканов, сударюш, не проживете. Где люди, там и клопы. Клоп на живое идет. А только, ежели здесь заварить теперь фунт крахмалу, то вот тебе и поправка. Обои подклеил, клопов газетной бумагой заклеил и мылом серным намазал. Вот и все. — Нет-нет. И, наконец, я тебя спрашивал про четыре комнаты, а здесь всего три. — Коридор-то. Мы его за четвертую комнату считаем, — отвечал дворник. — Вы можете считать все, что угодно, а только коридор не комната. Во-первых, нам нужна чистая квартира, а во-вторых, в четыре комнаты. — Есть и такая, совсем заново отделная. Пожалуйте на другую лестницу. — Эх, любезный, зачем же ты нам ее раньше не показал? Я только время теряю, — говорит съемщик. — Это оно точно, действительно, — соглашается дворник. — А только, сударь, нам квартиру, которая поврязнее, все-таки лестни отдать. Ну, потому ее и показываешь. Пожалуйте, чисто это посмотреть. — Мне некогда. Я к часу должен быть в должности. Я после зайду. — Посмотреть, сударь, тут ведь недалечь. Только вот спустимся вниз, на другую лестницу поднимемся и в четвертый этаж. Мужчина и дама советуются друг с другом. — Ну, веди нас, — говорит дама. — Только скорее, и уж ключи вперед захвати. — Ключи с нами. Насчет этого теперь будьте покойны. Пожалуйте. Поднимаются на другую лестницу и входят в квартиру. Квартира, оказывается, действительно заново отделанную и о четырех комнатах. Съемщики начинают планировать комнаты. — Алла, где же водопровод и кран? — спрашивает дама. — У вас на воротах стоит, что квартира отдается с водой. — С водой, с водой, это точно, — отвечает дворник. — Водопровод у нас на дворе. За воду ничего не берем, а только за носку нам заплатите. Крант в квартире, сударь, не еще хуже. Иной раз в охмелю забудешь его запереть, ну и затопит водой горницу. Квартира нравится съемщикам. — Ну что ж, решай, Анна Семеновна, — обращается мужчина к даме. Ежели нравится, то и задаток дадим. Да скорей думай, мне на службу пора, то и так уж опоздал. — Ах, да, ведь эта квартира сорок рублей в месяц сходит, — спрашивает он дворника. — Да сорок-то сорок, — отвечает дворник. — Только позвольте прежде спрос сделать. Вы для себя ее нанимаете? — Да, для себя. — А эта дама, жена вам? — Жена? — Законная. То есть, как есть, настоящим манером вы перевенчаны. — Послушай, любезный, что это за спросы такие? Ты делаешь дерзости, наконец? — Конечно, законная жена. — Ну то-то. У нас хозяин смерть мамзели не любит. Жил у нас тут актер один с мамзелью, так на силу выжили. — И вот еще что, сударь, чтоб никаким рукомеслом не заниматься, потому эта квартира чистая, ни шитной портняжной, ни чеботарством. Вы мастеровые? — Нет, чиновник. — Ну, чиновник, ничего. Писать пишите, только чтобы чернилами стены не брызгать и по полу не разливать, потому полы заново. Опять на машине не шить и танц не танцевать. Внизу, подъезд к квартире, сам хозяин живет, и по своей староверской вере смерть этого не любит. — Нет-нет, мы живем смирно. — И на фортепиане, чтоб накануне праздника и по постам не играть, — продолжает дворник. — Вы какой веры? — До этого, любезный, тебе дела нет. — Бери задаток и делу конец, — гречится съемщик. — То же, чтобы кухарки или горничный молодой не держать, а то у нас внизу хозяйские приказчики, так и из доженского сословия драка. Сами знаете, народ молодой, доженской нации ехидной. — Молчи, ты меня выводишь из терпения, — топает ногой съемщик и хочет дать задаток. — Иван! — раздается на дворе чей-то возглас. — Оу! — откликается дворник и выглядывает из окна квартиры. — Чего тебе? — Иди обедать. — Сейчас, я квартиру сдаю. — Какую квартиру? Ее нельзя сдавать. Я ее дави уже сдал барину и задаток взял. Съемщик вспыхивает и сжимает кулаки. — Послушай, мерзавец ты этакий, — кричит он. — Что же ты с нами делаешь? Я тороплюсь в должность, опоздал уж. А ты вводишь меня по лестницам и показываешь квартиры, которые уже отданы. Есть ли у тебя стыд-то в глазах? Дворник чешет затылок. — Ну, что ж, сударь, нам и хорошим господам завсегда приятно сдать квартиру. Кто же ее знал, что она уже сдана? Отпади ж ты. Ругаясь, сходят съемщики с лестницы. Дворник идет за ними сначала следом, потом равняется с ними, останавливается на площадке и говорит. — Ну, чайок бы, с вашей милостью, сударь, следовало. В мелочной лавке Время дополуденное. Место действия — мелочная лавка со всей ее обыденной обстановкой. На полках банки с гвоздями, леденцами, пуговицами, пастилой, горка сахарных голов. На полу кадушки с маслом, припахивающим сельдями, и сельдями, припахивающими шубным клеем. Запах кислой капусты и печеного хлеба царит в воздухе. Шкафчик с табаком и папиросами, витринка с галантерейными вещами. На окне расписные чашки с надписями «Дарю в день ангела», «Пей еще» от сердца другу в знак удовлетворения и тому подобное. Посреди лавки широкая выручка с весами, к одной из чашек которых прилеплен снизу хлебным мякишем медный трешник, а сверху на коромысле висит ключ, как бы повешенный по забывчивости. Из-за прилавка виднеется железный гарниц с вогнутым дном и боками. За выручкой суетится рожебородый лавочник в ситцевой рубахе и жилете, поверх которого блестит серебряная часовая цепочка через шею. Тут же двое мальчишек подручных. Из другой комнаты выглядывает пекарь со всклокоченной головой и в опорках на босу ногу. В углу икона с лампадой. Лавка полна посетителями, шуршат туго на крахмаленными ситцевыми юбками горничной и кухарке. Виднеется денщик в офицерской фуражке с собакою, солопница, чиновник с кокардой на фуражке. Лавочник отпускает любезности женскому полу. Что это вы как будто поприпухли, гладенькая? Дарье Митревне почтение с завитком. Посетители входят и выходят. Некоторые засели на скамейку и судачат господ. — Дайте пачку папиросла фирма в десять копеек, только получше, — раздается женский голос. — Отпустить пол сальной свечки. У нас сам-самой в драк переносе садил, так и мазать хочет, — распевает кухарка в розовом сарафане. — Полгривы вырвал. — Наука, значит, была в волосном правлении, — задает вопрос лакей в картузии с тросточкой. — Да, на тот самый манер, как белье полощут. У нас этот альбом от зари до зари по семи раз в сутки происходит. То поленом друг друга ласкать начнут, то сапожными колодками воюют. — Надо полагать, купцы в своем собственном невежестве? — Нет, благородная. Сам по телегрампу служит, а сама по мамзельной части с мальчиками и девочками занимается. Из-за пустяков и вышло-то. Сам говорит, что таракан муравьиные яйца несет, а она этому противится. Бац, в него полоскательной чашкой. Ну и пошло. — Вам пол сальной свечки, — откликается лавочник. Вы бы им вместо сала присоветовали толченым кирпичом эти самые переносья. Чудесно сушат. — А мне наплевать, что сушат. Хоть бы совсем у ей нос отмок. Давай пол сальной свечки. — Породеть православное на построение погорелого храма Господня-Святителя и Чудотворца, — раздается возглас. — От огня загорелось-то, — спрашивает кто-то. — Нет, от грозы. Прогневали, Господа Бога. В самый Ильин день в прошлом году ударило в колокол и сверзило колокол в триста пудов. Пробовали молоком тушить, но исправник, будучи в обедне, схватил за волосье старосту. — На Афоне? — На Афоне, боголюбивый жертвователь, в семи верстах от Иерусалима, где река Иорданы и же. — На копеечку. За здравие Тихона, Иоанна, Петра, Варсенофия, Глеба, Степаниды, Двухан и Ульяны. — Спасибо за Бог и царица, — говорит сборщик. — Опорщик нет ли, сударь? В сапогах-то куда как трудно, по жарам. Пошли тебе, матушка Просковея, пятница. — Проходи, проходи, старик, получил и проходи. Нам тут неслободно разговаривать, — кричит ему лавочник. — Вот так Азия, — обращается он к покупателям, — сербы теперь из греческих земель ходить начали. Иго турецкое показывают, и камень небесный. Вчера фунт остеариновых свечей как не бывало. В лавку входит мужик без шапки и босиком и начинает взглядывать на катки и по полкам. За ним следом ходит мальчик и подозрительно смотрит. — Трески тебе, земляк? — спрашивает он. — Нет, я тут студень почем. — Семь копеек. Тебе, может, киселя горохового? Рубец есть. — А ситник белый у вас есть? — В лучшем виде. Сейчас только из печи вынули. Тешка коренная имеется. — Тешки не надо. И эта красная рыба почем? Копченая она? — Копченая. Только не по карману она тебе будет. Шесть гривен фунт. — Возьми вон селедку. Что-то твой кит. И всего три копейки. Мужик молчит и по соловелыми глазами блуждает по полкам. — Чего ж тебе надо-то, почтенный? Говори, нам прохлаждаться некогда, — кричит сам лавочник. — Мужик разрешается. — Дайте мне на копейку шубного клея до два полуторных гвоздя, — говорит он. — Эх, деревня, а товару на рубль перенюхал. Вам, Наталья Ульяновна, махорки и спичек? — А пистоны у вас есть? — спрашивает гимназист. — Есть, пожалуйте. На квасной бочке сидит лакей в белом картузе с тросточкой и помахивает ногами. — Так отошел от господ-то, — задает вопрос лавочник. — Присылали они тут. Ежели, говорит, придет Иван с покупками, так доверия не соблюдать. — Из-за снегиря, я слышал, у вас дело-то вышло. — Не, так. Он мне не потрафил, а я ему не уважил. Теперь че, отворяй двери каждую ночь в три часа, и чтобы в брюках быть. Опять же из-за соседской кухарки. Подарил он ей серьги, а я в это время на черной лестнице на гитаре играл. Вдруг из трубы выкинуло. Да и что за дом? Никакой солидарности. А я привык в буфетчиках служить и цигарки курить, а он сам трубку сосет. — Место поди ищешь. — Не, я в Черкесы. За веру хочу. Я теперь че из ружья прицелюсь тебе в глаз и попал. В Юсуповском саду мы этих денег-то сколько перестреляли. Я и причесать, и завить человека могу. — Жар в себе к сражениям чувствуете? — Даже и очень чувствую. Швейцар меня наш распалил. Ундер он. Заведу глаза, барабан слышу. Вчера пушку во сне видел. — Ну что ж, это чудесно, кто в себе жар чувствует. Теперь че в газетах-то пишут, страсть что? Башебузуки эти с мониторами в руках и на итаганах. — А мне на это наплевать. Я вот один глаз прищурил, в меня не попадешь. — Говорят, вчера водосвятие было, так как достаточно их попотрошили. Почтальон сказывал. — Наших? — спрашивает кухарка и слезится, сморкаясь в передник. — Досталось и нашим. У хлеба не без крох. Только турецкая погибель сильнее. Арнаутский полк в штыки, а у турок знамя переломилось, потому измена. Наш кричат «Ура!» А те «Аллах!» Ну и вышло свет представления. Паше одному бомба в глаз попала, так окривел. — А про егарей-то наших ничего не было писано. Допытывается кухарка и уже совсем плачет. — Про егерей ничего не обозначено. — И не пропечатано, что вот ефрейтор Захар Никитин убит или ранен. — Про Захара Никитина ничего не пропечатано. Лавочник вздыхает и отирает руки о голову. — А много эта самая война кухарка и горничных охолостила. У иной по три кума было — рыжий, брюнет и блондин, — произносит он и, подмигнув миловидной горничной, спрашивает. — А у вас, Машенька, в каком количестве на ординарцах состояло? — А вот в таком сколько у тебя волос в бороде, бесстыжие твои глаза, ахальник. — Чем бы мне хозяин нашего кобеля смазать? Нет ли у тебя политани? — говорит Денщик. — Политани нет, а ты хвати постным маслом серый, а то кислотой. Вы когда же на войну-то? — Мы не строевые. Полковник наш при крупе состоит, а я по сапожной части. — А что, слышь, ежели мне его сельдиным рассолом смазать? — Топерча турок удивительно, как на ангус лап, — рассказывает кто-то. — Скупали мы это в Бессарабии шкуру крестьян. Так видел я одного. Во-первых, чалма перевешивает, ну и халат по пятам бьет. Женщины в штанах ходят и гриб-мухомор жрут. — Бывало, выставишь свиное ухо. — Не устоять ему, спротив нас, потроха не те. Наш солдат на сухарях просидит, а ему булк подавай. Опять же в туфлях они. Где тут, супротив сапогов? В лавочку вбегает еще горничная. — Бейте листик почтовой бумаги, — восклицает она. — Только чтобы с двумя воркующими голубями. — С превеликим удовольствием, — отвечает лавочник. — Предмету письмо писать. Горничная кивает головой и, взяв орех из мешка, грызет его. — Да вы, умница, грамотная ли? — Печатными буквами могу, и чтоб беспременно карандашом. — Ну, тогда зайдите уже, мы вам и чернильцами письмецо намолюем. Конвертик море антик. — Сейчас надо. Напишите, пожалуйста, я вам пятачок дам, только сейчас. — Для такого бутончика можно и сейчас. — Иван, подбавь-ка в чернильницу квасу. — Пожалуйте к сторонке. — А насчет пятачка оставьте при себе на помаду, мы натурой сойдемся. — Бесстыдники, право. Тогда уж прочтите и эту цедулку, только, бога ради, потише. Лавочник отходит с горничной к окну и читает. — Дорожащему Купидону, Анне Спиридоновне, посылаю свой вздох от неба и до земли. И ежели, друг мой, возможно, то приходите уже в семь часов в летний сад. А ежели не буду, то буду раньше у вас на дворе и через дворника получу свидание. И мысли мои перепутаны, и на голове как бы пустой котел, и кольцо ваше готово, а для сапогов нужно вашу ногу видеть. Все страдаю по вас и желал бы быть бантом, что покоится у вас на груди, или бложкой, что кусает вас по ночам. — Извините, и пришлите мне ответ, да или нет, и жду до гроба в терзаниях моих мук. Лети письмо туда, кто примет без труда. За сим целую несчетно Митрофан Михайлов. — Так что же писать-то ему, писарь он или мастеровой? — допытывается лавочник. — Нет, приказчик Здравянова. — Пишите, что буду, — отвечает горничная. — Где? В летнем саду или на дворе? — На дворе. Или нет, лучше в летнем саду. Я баронин с порок с салопа в красильню понесу. — Ну, так как же писать? По-ласкове. Вы с ним в очень близком расстоянии. Обещал жениться. Бабушка егойная благословила его периной и двумя самоварами, но в маменьке припона, так как они из купеческого дома. — А вы им подражайте, они и войдут в снисхождение. — Голубь, сердце моего желаете обозначить? — Пишите. — Насчет страданий в душе припустить? — Припустите. — С жалкими словами. — Наставьте жалких слов, только чтобы почувствительнее. Лавочник пишет, наклоня голову на бок. Горничная заглядывает в письмо. Вбегает кухарка. — Элизавета, где ты, мать моя, шляешься? Я и на задний двор к мастеровым, я и к портерщику. Иди скорей. Сама раскричалась, индо посуда в шкафу звенит. — Здесь я, здесь я, Катеринушка. Сейчас, сейчас. Мне письмо пишут. — Откликается горничная. — Иди, родная. У нас крыша с дома слетит. — Сейчас, сейчас. Готово. Пожалуйте. Насчет жалости не сомневайтесь. Три дня и три ночи плакать будут. Только конвертик. — Мерси вам. — Иди, Лизонька. Ей-богу, гонка будет. — А что там у ней стряслось? — Щенят мыть задумала. Так надо таз приготовлять. В лавочке хохот. Горничная, схватив письмо, бежит. Сидящий на бочке кваса лакей скашивает глаза, хватает ее за рукав и нараспев произносит. Что на свете прижестоко, прижестоко, если любовь дурак.